Ну что, привет, мои обожаемые девчули-писюли, АК-ароматные дырочки. Сегодня у нас с вами будет суперинтересное видео, мы с вами будем пробовать ваши любимые аналоги. Они много кому заходят, а я только за. Вот, будем тестить, короче, сравнивать с оригиналами моими, ну и тестить, сравнивать эти аналоги с оригиналами. Вот прям в режиме 24 на 7, ну короче, в режиме реального времени. Вот, ну и потестим суперизвестные ароматы. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, нравится ли вам данная тема. Мне она нравится вообще, потому что с каждым годом я все офигеваю, как аналоговая парфюмерия растет вверх, как ее все сложнее отличить, как ее, ну, повышается качество, потому что 5 лет назад была совершенно другая история. Ну, вы это помните, надеюсь, да, когда ты берешь аналог на Бакару, а он пахнет какой-то мочей. Когда ты берешь аналог на Кирке, а он пахнет императрицей. Ну, примерно такое было, знаете. Вот, что я еще хотел сказать. Ну, и, конечно, запоминается, я против фейков, и я за аналоги. Потому что, когда мы берем фейки, подделки, во-первых, мы спонсируем рабский труд, те, кто делают вот эту вот налевушку ужасную. Потом, это огромные потери для бренда, потому что подделки это те, что копируют полностью флакон, те, что копируют полностью название. Девочки, мы против этого, потому что никогда не знаешь, что они туда налили, потому что на данную продукцию обычно сертификации нету. А на аналоге сертификация всегда есть. Вот, ну, и, конечно, все проверки, все вот эти вот декларации, все есть. А когда вы покупаете подделку из какого-то Китая, это, конечно, нельзя такое делать. Выскочит у вас там прыщ на жопе, и все, и пиздец. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами начинаем. Обзор у нас будет на бренд Luxe Essence. Вот так вот выглядят коробочки этого аналогового бренда Luxe Essence. Это даже, представляете, бьюти-бокс. Представляете, тут 4 или 5 ароматов по 10 мл. Очень удобно и классно, короче, будем тестить. Давайте, в общем, начинать с первого образца. Это у меня формат 100 мл. Luxe Essence, коробочка черненькая, достаточно презентабельная. Как я понял, они еще недостаточно раскрутились на русском рынке. Вот, ну ничего, короче, будут набирать обороты. 100 мл. Тут еще такая вот штучка, как на фрукте, видите, как на лимоне. Только я не знаю, зачем, наверное, чтобы не слетела крышечка, наверное, да, ничего не повредилось. Вот, и так выглядит флакончик в аптечном таковом вот стиле. Вот, и вот здесь вот на штрих-коде написано название, на что это аналог. Поняли? Вот, это у нас аналог на Nudiflorum. Я его вообще заказал, потому что мне стало дико интересно, как пахнет аналог на Nudiflorum. Потому что аналоги на Nisho, а особенно на Nusomato. И вот я все жду, когда будет на Orta Parisi аналоги. Тоже будет интересно послушать. В общем, давайте сравнивать. Беру два блоттера. Наношу Luxe Sense. Кстати, у них хорошее сырье. Я не помню уже, с какого завода, но достаточно маститого. То есть, поняли? То есть, по сырью тут все ок. Так, сюда пшикаю Luxe Sense. Ой, ну пошло уже. И вот у меня мой Nudiflorum, который я обожаю. И пшикаем его на второй блоттер. И сейчас будем сравнивать. Так. Похоже очень. Вот у меня мой Nudiflorum. Вот Luxe Sense. Ну, с блоттера вообще не отличить. Кто не верит, закажите, попробуйте сами. Вообще не отличить. Знаете, возможно, Luxe Sense, он даже как-то понапористей. То есть, как-то тут прям, знаете, прям активнее звучит. Более ярче. Ну, Nudiflorum, он более такой здесь матовый. Какой-то такой вот матовый в то же время. Такой вот напористый. Но поспокойнее звучит оригинал. А аналог прям напористый такой. Будет интересно, короче, что будет на коже. На коже, думаю, примерно будет то же самое. По стойкости я тоже думаю, здесь все окей. Потому что обычно такие композиции, они прям ядрен-батонные. Похоже очень. Но если вы на себя напшикаете, и кто-то знает Nudiflorum, он подумает, что вы в Nudiflorum. Инфосотка. Хорошо сделали. Вот прям, знаете, кожистость такая, телесность. Очень похоже. Вот даже вот эта вот свербящая писечная нотка здесь есть. Я удивлен, если честно. Да, Luxe Sense, он более интенсивный. Вот этот вот поспокойней оригинал. А Luxe Sense прям суперинтенсивный. Сделали они его еще громче. Еще интенсивнее. Похоже очень. Девки, советую. Кто хотел себе Nudiflorum, не хотел переплачивать. Вот. Вполне себе. Вот. И в описании, в инфобоксе, оставлю еще промокодик. На скидку 35%. Вот мне дали. На скидку 35% промокодик. Пользуйтесь, кого заинтересует. Ну и бесплатная доставка от 2 500. Доставляют они с деком. Вот. Поэтому там разберутся. Вся инфа в описании. Дальше давайте еще интереснее. Короче. Обзор на LinterD. Сейчас мы сравним. LinterD. Потому что... Почему я выбрал LinterD? Потому что в прошлых обзорах на аналоге они не были похожи. Помните? Мы тестили когда-то аналог на LinterD. И ну как-то вообще не было похоже. Сейчас посмотрим, что у нас обстоит с этим вариантом. Так. Пшикаем LuxeSense. LuxeSense. Это у нас объем 50 мл. Такая уже баночка поменьше. Так. Ну почули, поперли. Поперли почульки. Ой, прям в нос уже ударило. И мой LinterD. Вот. Мой LinterD от полтинничка. Люблю его. Пшикую его. Редко. Но метко. Так. Похоже. Тут прям сочный. Сочный такой виноград. На это... На грани клубничности. Такой вот почули. Здесь тоже почуля. Виноград. Похоже. Только смотрите. Тут уже наоборот. Вот этот более интенсивный. Этот чуть-чуть по менее интенсивный на блоттере. Менее интенсивный на блоттере. Но сама вот эта вот LinterD очень читается. То есть и почули. И виноград. На грани фола. Такой с клубничностью. И цветы. И туберозочка. Как будто тут есть. И тут тоже. Как будто еще туберозный такой вот жирок. Знаете? Присутствует. Но вот этот вот супер прям интенсивный. LinterD. Но он у меня супер настоявшийся. Смотрите, как он цвет поменял. Очень поменял цвет. Здесь прям ядрен батон. Здесь чуть-чуть послабже. Чуть-чуть менее интенсивно. Похоже очень. Читается вообще на 100%. С LinterD тоже. Ставлю лайк. Получилось вообще. Хрен отличишь. Ну на человеке это будет неотличимо. Так. Очень похоже. Вот только вот с интенсивностью немножко не то. Но мой LinterD, он уже супер-пупер настоявшийся. Он у меня уже там 5 лет, знаете, лежит. Дальше. Дальше мы переходим к аромабоксику. Смотрите. Такой вот у них аромабокс. Я взял топ-1 вуман. Вот здесь написано, какие ароматы входят. И сейчас мы с вами будем их тестить. Выглядит это вот так вот. То есть, тут такие, как штучки по 10 миллилитров. Вот так вот они выглядят. 5 штучек. Ну и давайте их тестить. Очень удобно, кстати, что можно это сразу 5 аналогов попробовать по более демократичной цене. Так, давайте, короче. Первый у нас аналог это Тицианы Теренса Кирки. Теренса Кирки. Уже страшно. Так. Как бы на палец не попало. Ну вообще. Он. Он. Я узнаю его. Из тысячи. Он. Мега-мега перегидроленные фрукты. Прям супер перегидроленные ядреные фрукты. С деревяговым мускусом вот этим Теренсовским. Вот знаете, ни с чем не спутать. Он. Похоже. Ну и с такими, знаете, с такими супер хитами, мне кажется, вообще не будет проблем. Потому что мы их уже научили копировать вообще один в один. Он. Это оно. Девки похожи. Пипец. Аж страшно. Но это неудивительно. Потому что Киркину мега хит. Ну и бокс хитов. Похоже. Тут даже разговаривать не над чем. Дальше. Бакара Руж. На Бакаренку. Сейчас посмотрим. Но Бакара тоже будет похожа. Потому что Бакары. Ну да. Она. Она. Ну вот знаете, мне Бакара пахнет чем-то неопределимым. Таким вот чем-то. Таким капельку медицинским. Капельку зубного кабинета. Капелька шафрана. Очень сложный аромат. Вот Бакара серьезно. На ноты ее очень сложно разложить, размножить. Получилось. Получилась инфа сотка. Бакара Бакарины. Мощь вообще с первого пшика. Мощнессима. Лайк. Дальше. Мансера Инстант Краш. Вот так вот выглядит Минько. Чтобы вы видели. По 10 миллилитров. Очень удобно брать с собой. Так. Ну да. Похоже. Похоже очень. И даже присутствует здесь вот этот вот мансеровский мускус типичный. Вот прямо знаете, как будто это. Вот реально, как будто вот подчистую все взяли. Прям мансеровский такой вот уаэ мускус. Вот этот вот ядреный. Такой какой-то такой вот с животинкой немножко. Да. Похоже. Похоже. Кто любит мансеру, обратите внимание. Так. Томфорд Лос-Черри. Вот это уже интересно. Потому что не у всех получается сделать Лос-Черри. Ну вот реально не у всех. Сколько я не тестил, там знаете в 50 на 50. У кого-то похоже. У кого-то нет. Она. Вот знаете, миндаль прям. Потому что я много аналогов на Лос-Черри знаю. Там то миндаль как-то потише сделают, то миндаль не положат. То вишня какая-то не такая. Здесь вот прям миндалище такое вот. Вишневище вот такое вот. Вообще. И интенсивность вот такая вот прям в нос. Похоже очень прям. Прям ну вообще миндалище. Прям здесь прям как в Лос-Черри оригинальном. Потому что именно в аналогах, знаете что, они вот как-то не докладывают миндаль. А здесь прям очень мощный миндаль в нос дает. Получилось. Получилось. И последний. Зелинский розен блэк пеппер. Я его особо не знаю. Но сейчас мы вместе потестим. Короче. Блэк пеппер. Но Зелинский, если честно, пахнут мне освежителями для туалета. Блэк пеппер не роли. Амбра, ну, не роли чувствую. Амбру тоже. Перчинка такая вот есть какая-то такая вот. Воздушная. На освежитель воздуха похоже. Значит точно Зелинский. Похоже очень. Вот, кстати, кто любит Зелинский, напишите в комментах. Может мы его даже потестим. Че думаете? Ну. Ну, не роли слышу. Амбру слышу. Такой вот какой-то перчик слышу. И розовый, и черный. Есть такой шафран, как будто тоже сюда положили. Ну, с Зелинским как-то так. В общем, смотрите. Подытожим. Том Форд. Прям, ну, вообще я удивился. Потому что Том Форд, еще раз скажу, не у всех далеко получилось. Про Бакару, про Кирки тут даже говорить не о чем. Потому что все попадание в 100%. Линтер Ди у этого чуть меньше интенсивность. Чуть меньше, но попадание в композицию 100%. Но мы еще учитываем то, что у меня это супер настоявшийся вариант. От Нуди Флорума я вообще в шоке. От Нуди Флорума я в шоке вообще. Потому что, ну, вообще. Один в один просто. И это чуть мощнее даже. Чуть мощнее. Поэтому, девки, если не можете себе позволить эти оригиналы, вполне себе знакомьтесь. Я одобряю. Знакомьтесь, напишите. Пользуйтесь там моим промокодиком. 35% скидка заказывайте. А 2 500 доставка бесплатная. Вот. Я только за. И помните, мы за аналоги, но против этих подделок. Потому что, ну, действительно, подделки пшикните на себя. Там пупырьями пойдете. Там вас еще откачивать. А на все аналоги есть документация соответствующая. Ну, к тому же, это здесь рядом все сделано. Поэтому все по ГОСТу. Все по красоте. Поэтому все. Люблю. Целую. До новых встреч. Пока-пока.